Больше 4 миллионов рублей. В среду на итоговом заседании Оргкомитета городского благотворительного марафона «Ты нам нужен?» подвели итоги акции. Всего было собрано 4 миллиона 241 тысяча 905 рублей. 69 семей таким образом получат материальную помощь. Мы ее не называем наличной помощью ни в коем случае. Остальные 30 человек получат помощь или уже получили, либо за счет каких-то индивидуальных благодателей, кто оплатил их лечение. Собранные средства пойдут на приобретение медикаментов, обследование, а также на реабилитацию детей с различными заболеваниями. Процедура вскрытия апельсинометров проходила под строгим контролем. Процедура была полностью, я считаю, прозрачная. В родном городе я, конечно, попрошу дополнительно отчитаться о использовании денежных средств. И, соответственно, я могу полностью выразить уверенность в том, что такое мероприятие, как марафон «Ты нам нужен?» – это знаковое мероприятие для всего нашего региона. Наличные деньги благополучателям выдавать не будут. Им передадут уже приобретенные лекарства, направления на реабилитацию и обследование. Помощь очень ценимая. Наш препарат очень дорогой. Это нереально купить в наше время при наших зарплатах. Замени этому лекарству нет никакой. Еще не изобрели, пока ранее, по словам медиков. Другой препарат идет по жизненным показателям моей дочери. В этом году большой вклад по сбору средств внесли волонтерские организации, а также учебные учреждения города. Наряду с традиционными мероприятиями акции в каждой школе учащиеся организовали благотворительные ярмарки, концерты и выставки. Мы добились того, что не только учреждения муниципальные образования, спорта, культуры, социальной политики, но и просто граждане и коммерческие организации оказывают помощь марафону. И мне кажется, вот частичка доброты каждого – это самый главный результат. Эта акция была юбилейной. В следующем году администрация планирует активно привлекать к марафону граждан с ограниченными возможностями здоровья. Предполагается, что эти люди смогут поучаствовать в спортивных и культурных проектах. Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.